Дорогие телезрители, я понимаю, что вы привыкли видеть на этом месте нашу Елизавету Терещенко, но сегодня 8 марта, в истину ее день, и поэтому я ненадолго, но подменю ее на этой кухне вместе с, как она любит говорить, супер-мега-поваром Сергеем. Доброе утро, Сережа. Доброе утро. Я очень рад тебя видеть, смотрю тебя по телевизору на самом деле. И судя по тому, что я вижу на столе, у нас сегодня будет не яичница, на что я, в принципе, рассчитывал. Да, у нас сегодня будет, сегодня как бы женский день, 8 марта. Да, а чем мы будем радовать? Мы сегодня порадуем десертом вкусным, клубничным. Можно, в принципе, сделать просто клубнику со сливками, но мы усложним немножко задачу. Но мы же, блин, подготовленные, мы мужчины, мы изобретательные. Мы сегодня сделаем французский десерт под названием Мельфей. Мы возьмем готовое тесто, клубничку, сыр маскарпоне у нас есть. То есть обязательно маскарпоне, либо можно... Обязательно маскарпоне, да. Все, обязательно. Сахарная пудра у нас есть, сахар для подсыпки, яйцо, мука у нас и топпинги у нас есть. И кондитерские сливки жирные. И с чего мы, Сережа, начинаем? Мы начинаем. Вы можете пока порезать клубничку пополам. Ну, конечно, пополам. Особенно, да. Так, выбирайте, помельче, нет? Вот в длину. Хорошо, мы ее... Можете на три части порезать. Да, Сережа, мне тогда хочется сразу спросить, Сергей, вы же женаты? Я, да, женат. Да, я хочется... Вот такой вопрос, ну, как... От неповара к повару. Чем вы радуете свою жену, вот, например, вот в плане таких кулинарных изысков? Кулинарных изысков? Да. Вот мне интересно. Что попросят, то и приготовлю, вот. Не, ну, я уверен, что бывал когда-нибудь сюрприз. У женщины есть такие капризы. Вот, хочу что-нибудь сладенького. Ага. Приходится сладенького готовить. Хочется что-нибудь солененького. Готовим солененькое. Не, ну, а бывали ли какие-то вот прямо сюрпризы-сюрпризы? Что вот вы просмотритесь с утра и... Вот сегодня я сделаю, вот, не яичницу, например. Обычно бывает, больше готовлю, когда мы начинаем, ну, немножко ругаемся. В каждой семье это бывает. Ага. Ну, ничего страшного. То есть, был у нас, был у меня такой случай. Поругались мы с утра, она уехала на учебу. Я думал, как с ней помириться, что же делать. И пока нас пришла, я весь день поехал на рынок, накупил продуктов всяких. И наготовила целую миску пирожков, пирогов, всяких сладкостей. Она, когда зашла в подъезд, с первого этажа, она пока дошла до четвертого, был запах прям такой кондитерский, выпечкой, булочками. Она говорит, наверное, домой приготовил. Она только зашла, и мы сразу помирились после этого. То есть, мельфей, это в переводе с французского, получается, 1000 листьев. Почему такое название? Не знаю, не я придумываю его, французы на самом деле его придумали. А откуда вообще рецепт получили? Есть знакомые французы, либо гугл нам в помощь? Гугл нам в помощь. Нам нужно три, получается, листа для одного пирожного. Мы берем листочек, выкладываем на лист. Вы пока можете взять яйцо дно, взбить. Легко. Дилочкой можно взбить его. Легко. Мы сделаем в двух вариантах пирожные. Сделаем круглые и сделаем квадратные. Ну, что типа мы же многогранные личности. Да. Мы же, мужики, не просто так же подцепим. Круглые или квадратные. Мукой немножечко. И мы другим. Что мы делаем дальше? Мы дальше берем, смазываем немножечко яйцом. Кисточка. Кисточка. То есть мы даже в данный момент немного художники. Итак, все. Мы обильно смазали яйцом. Да, мы смазали яйцом. Немножечко возьмем сахаром, песком. Посыпем, чтобы сахар у нас закарамелизовался. У нас получилась румяная корочка. И отправляем это в духовку на 10 минут при температуре 200 градусов. Выпекаем. Пока у нас это будет выпекаться, мы в процессе дальше приготовим крем для них. Отправляем в духовку. Отправляем крем. Доберяй его. А я возьму и как отправлю. Мне очень хочется сказать о том, что как символично я в таком красном цвете, вы в белом, здесь красное, здесь белое. У нас же все-таки праздник Мертишор. Мертишор, да. Да, с которым мы все, кстати, хотим поздравить в очередной раз. Помимо 8 марта. И все же, что мы сейчас будем делать? Вы взбиваете сливки кондитерские. Итак. Мы возьмем грамм 50 сливок. Вы берете венчик. Сюда добавим ложку сахарной пудры. Все мы добавляем. И все. И начинаем взбивать. Да, вы взбиваете. Я возьму сыр маскарпоне. И что вы будете с ним делать? Я его тоже буду взбивать отдельно. Я уже думал, будете есть на зависть нашим телезрителям. Сюда же я тоже добавлю. Сахарную пудру. Сахарную пудру. Три столовых ложки. Так, это мы сейчас подготавливаем, так сказать, что? Крем. Вы, как новичок, я вам, наверное, упрощу задачу. Нет, на турбо не надо. Вот на этой скорости. На первую скорость включаете. Все. Мы включаемся на первую скорость. Я ручным воспользуюсь. Теперь мы сливки смешиваем. С сыром. С сыром, да. Все, перемешиваем. Все это, да, сейчас перемешиваем. Наш крем уже готов. Наш крем готов. Он получился восхитительный. Наше место подошло, вы можете пойти принести его? Я как раз, можно? Я как раз схожу и посмотрю. Я даже не съел весь крем. И вот у нас всплыл с жару вот такие вот замечательные, я не знаю, как это назвать, штучки. Штучки. Да. Коржи. Так, крем я ложу вот сюда. И что мы, Сергей, сейчас делаем? Мы выбираем, кому круглый, кому квадратный. Можно камень, ножницы, бумага, раз, два, круглые. Мне квадратные. Давайте возьмите круглый. Дальше мы выкладываем наш крем в кондитерский мешок. Так, далее мы берем первый коржик. У меня круглый. У меня квадратный. Так, и мы что делаем? И мы кладем вот так на него крем. Далее мы берем клубничку, выкладываем клубничку на него. Дальше мы берем еще один корж. Угу. Берем. Кладем его сверху. Немножечко прижимаем. И так же повторяем с кремом. Нам осталось поздравить наших дорогих женщин с этим прекрасным женским днем 8 марта, с праздником Марсишора. Хотим пожелать, чтобы вы всегда были такие красивые, добрые, замечательные. Чтобы мы вас любили, вы нас так же любили. Не только в этот день, а всегда. Ну, а мы в свою очередь будем вас хоть один раз в году, но обаловать вот такими вот замечательными вещами. С праздником, наши дорогие женщины. С праздником и всего доброго. Я не удержусь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова